Анастасия Макула Я пришла к тебе домой, да, и ты не знала, на каком инструменте начать играть. Да, что я тогда принесла с собой? Какие инструменты? Флейту и саксофру. И блокфлейту маленькую, да, потому что мы не знали, с какого инструмента начать. Я еще не была знакома с Ритой, и, собственно, мы знакомились все вместе, да, с инструментами. И друг с другом. Хорошо. Рите сейчас 8 лет. И мы выбрали для нее саксофон Айт, потому что он ей подходит по росту, да, по физическим данным. И у нее есть силы, чтобы его продуть. Хорошо. Риточка, расскажи нам, как мы начинаем с тобой занятие. Сначала мы играем длинные ноты. Недолго. Да, то есть мы разыгрываемся на длинных нотах, чтобы потренировать мышцы лица, диафрагму, воздух, да, научиться набирать правильно. И терпение наработать, потому что, играя на саксофоне, приходится держать 2 килограмма на теле, да, и это тяжело на первых месяцах учебы. Музыка. 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 А что дальше происходит? Потом мы играем гамму. Гамму. То есть мы немножко учим сольфеджио, да, мы пытаемся разбираться в длительностях, в нотах. Также мы писали ноты, да, читаем нотки уже через год, мы спокойно разбираем мелодию дома самостоятельно. И гамма, работа с гаммой позволяет нам расширить диапазон саксофона, да, и используем разные приемы. Вот гамму как мы играем? Двумя способами, да? Мы играем гамму на легату и на... На легату. Да, то есть мы используем атаку языка и работаем над дыханием. Хорошо. Хорошо. А после того, как мы разыгрались, да, сыграли длинные ноты, сыграли гамму, дальше что происходит? Потом мы играем наши песни. Угу. Наши песни. Интересно, а что это? Классические произведения? Или это мелодии из мультиков, да, знакомые какие-то твои мелодии? Вот что ты сейчас играешь? Я играю песни «Король лев», «Розовая пантера» из мультика и из мультика «Дед Мороз и Лето». Вот. То есть разные песни из разных мультиков, иностранные, советские, российские, да, то, что знакомо детям. Это классно, потому что они запоминают мелодию сначала на слух, то есть они их помнят из мультиков, да, и им легче уже разбирать этот материал на саксофоне. КОНЕЦ А сейчас я хочу рассказать, как происходит первое знакомство ребенка с инструментами, и как выбрать первый инструмент. Первый в нашем списке – это блок флейта. Если ребенок небольшого роста, у него тонкие пальчики, да, и он сам весь худенький, то первый инструмент отлично подходит к блоку флейта. Ее держать легко, она продувается сразу, и звуки сразу берутся. Следующий инструмент – это флейта. Если ребенок немножко выше, у него позволяет длина рук взять инструмент, потому что флейту держат вбок, да, и вот эта рука идет на вытянутом состоянии. И если позволяет рост ученика, да, рост и комплекция физическая. Можно выбрать инструмент саксофон. У меня в руках саксофон-альт. Моя ученица Рита, которую вы видели раньше, ей 8 лет, и она сразу начала обучение с саксофона-альта, потому что физически она могла его держать и продувать. Но также можно выбрать и саксофон-сопрано. Он будет меньшего размера, его будет легче удерживать. Давайте послушаем, как звучит саксофон. То есть можно выбрать инструмент, какой нравится вам по звуку, да, по физическим данным, а также какую музыку вы любите слушать. Мой класс начинается с возраста от 5 лет. Я считаю, что можно научиться играть на духовом инструменте в любом возрасте. Здесь, как и в любви, нет помех возрасту. Так как я взяла саксофон в 17 лет, я знаю, что такое взять инструмент взрослому человеку. Эти страхи, да, как будто у вас нет слуха, что-то там мешало в детстве попробовать начать играть, работа, дела, дом, дети. Это все отговорки. Я считаю, что на первом занятии можно познакомиться и понять, что вам нравится, да, какой инструмент вам бы больше подошел. И вообще попробовать это чудесное дело играть на музыкальном инструменте. Моя цель преподавания – это привить любовь и ребенку, и взрослому к музыке. Я считаю, что музыка сопровождает нас и в буднишние дни, то есть, когда мы идем на работу, мы слышим звуки прекрасные, да, слышим музыку и по радио, и она окружает нас каждый день. Я преподаю и классическую музыку, и эстрадную. Смотрю по настроению самого музыканта. Да, если он любитель классической музыки, пожалуйста, вот тебе одни произведения. А если ты хочешь играть эстрадную музыку, выступать в школе, на классных вечерах, да, на концертах, перед родителями или гостями, или друзьями, то я учу играть под фонограмму, то есть, под аккомпанемент, под минус, что позволяет тебе почувствовать полную форму выступления. Не один инструмент, да, а уже с аккомпанементом, уже как взрослый солист, как музыкант. Чтобы было интересно, я предлагаю в одно занятие поместить много упражнений, много разной музыки. Да, мы начинаем занятия с длинных нот, чтобы немножко разыграться. Потом можно поиграть гаммы для техники пальцев и завершить урок мелодиями для души, так сказать. Но можно этот порядок и менять, да, то есть, можно поиграть песенки, потом гаммы, да, длинные нотки можно в этот раз пропустить, да, а потом с них начать. То есть, эту форму всегда можно менять по настроению. Нет вот такой советской рамки, как нужно заниматься дома, да, всё делается через настроение. Вот хочется сегодня поиграть одну песню, пожалуйста. Но чтобы были результаты, я советую заниматься как минимум полчаса. Да, то есть, можно поиграть один пункт программы, потом отдохнуть, попить чай, сходить на кухню, да, вернуться, поиграть ещё и так продолжить занятия. Так как у нас уроки в большинстве случаев проходят в игровой форме, я всё равно придерживаюсь своей методики. И мы развиваем свои навыки в профессиональном плане. Для своих частных учеников я придумала новую штучку. Мы делаем два раза в год домашние концерты, что позволяет музыканту выступить на публике. Приглашаем сестёр, братьев, дядь, тёть, бабушек, дедушек, все, кто хочет посмотреть на юного музыканта и сфотографировать, и оставить в видеопамять. Мы учим разную программу, где-то примерно 5-10 мелодий за полгода, и учим их наизусть с аккомпанементом под фортепиано или под минус. Я учу своих музыкантов без боязни выступать на сцене, получать опыт игры на концертах. Так как я сама люблю очень выступать и делаю это с удовольствием, кстати, можно посмотреть оркестр, где я сейчас играю. Шоу-оркестр «Русский стиль». Ссылочку мы оставим внизу. Там я играю на флейте эстрадную музыку и классическую музыку, классическую руссконародную музыку в разных обработках. Очень интересный канал, присоединяйтесь. Заходите на мой YouTube-канал. Я там разбираю разные мелодии для блокфлейты, саксофона. Я помогаю учить популярные мелодии на этих инструментах. Но считаю, что сначала надо заниматься лично, потому что я исправляю постановку. Я помогаю поставить пальцы на место, выучить аппликатуру, выучить какие-то динамические эффекты, музыкальные эффекты. А уже когда вы знаете основы, уходите домой, и чтобы не забыть, над чем работать, я записываю такие уроки. Я желаю всем удачи в освоении музыкальных инструментов. Выкидывайте свои комплексы, будьте смелее и приходите на занятия.